Всем привет! С вами Алис Канамбериллаб. Работаем с картами, смотрим с погодами в ближайшие дни и делаем вывод о катаклизмах. Начинаем с Атлантики. Что здесь? У нас к югу от Ньюфаунленда. Вот, сейчас повернулся как раз в кадре. Вот здесь циклончик, да, такой подвижный, судя по всему. Какая-то очень рассеянная облачность в центре Атлантики. Но вот циклон находится над Ирландией, проходит через Великобританию. Хвост идет сюда, в сторону Азорских островов. Еще один циклон находится между Исландией и Норвегией, в районе Азорских островов. И смотрите, как он закручивается так. Вот у него хвост идет через Норвегию, Швецию, затем идет через Балтику. Идет через Германию. У нас опять какая-то непонятная погода. Франция, Испания. И смотрите, доходит до Алжира и Северного Марокко. Ну, им это хорошо. Как раз вот дождики там будут выращивать, там всякие фрукты. Это прекрасно. Вот здесь интересная такая система. Находится на северо-западе Сахары. Смотрите, пересекает всю пустыню. Да, так довольно-таки мощные, судя по всему, здесь и пылевые бури. И, возможно, даже дождик произойдет. Сейчас посмотрим. Ну, и вот здесь вот тоже такая супер ячейка. Судя по всему, ну, это реально пояс вот сюда подходит. Так, затем мы видим антициклональная погода. Сейчас находится, извините, от Балкана, от Греции. Балкана идет через Украину, запад РФ. И идет вот сюда вот практически до Северного Урала. Такой вот прям антициклон. И в нем находится некоторая прохлада, которая распространяется отсюда. Со стороны Ямала наполняется в это место. Как раз по месту раздела мы видим, вот здесь вот такая вот полоса облачности сейчас проходит. Которая разделяет холодный антициклон от горячего антициклона. Он находится над Каспием. И здесь мы видим прекрасная погода. Наблюдается сегодня на Кавказе. Вот это нижняя Поволжья. И вот будут, судя по всему, грозы. Это при Азове, при Черноморье, в само Черное море, даже Турция. Смотрите, центральная Турция. Там грозы, град, возможно, судя по всему. Там такие непогоды. Так, давайте прочитаем, что пишут люди. Микель Матин пишет из Сталина. Сегодня малооблачно. Плюс 11 градусов. Лес пока что голый. Да и широколистые деревья для цветения пока что далеко. В следующие дни будет стоять теплая, по меркам конца апреля, погода, что даст движок вегетации. Ну, смотрим, сегодня вот здесь вот чуть-чуть этот хвост задевает, да, здесь какие-то свои локальные процессы, как происходит в районе Прибалтики. Ну, вот Павел пишет. Откуда остатки снега у вас в Эстонии? Ведь основной снежный покров сошел еще в феврале. Но он, видно, не следил за новостями, что Эстонию-то завалило на прошлой неделе снегом. Да, так что вот надо следить. Из Волгограда пишет Роман Знаменский. Давайте почитаем, что как раз он пишет. Днем плюс 28 вчера было, а это второй день рекорд. И уже седьмой за апрель. Средняя месячная температура уже 0,3 градуса выше самого теплого апреля 2012 года. Так что этот станет самым теплым в истории. И, по сути, это летний месяц по метеопараметрам, так как средняя температура плюс 16,3. И вегетация обгоняет среднюю на декаду точно. Можно уже скоро будет абрикосы и черешню пробовать на вкус. Вы знаете, я даже вам завидую, потому что у нас настолько холодно. Я, кстати, размещал видео на выходных, как я бегу в Альпах. Это было на этих выходных. Вы можете заценить, какое количество снега там. И очень сильный ветер там был. Но что самое главное, там показано слева, если вы посмотрите на горный хребет более внимательно, вы увидите, как облака там несутся вниз с высоты 4 километров на высоту 2 километра. Это вот такое интересное редкое явление наблюдается. Так что зайдите в телеграм, ссылка в описании к видео. Александр Тачков из Астрахани пишет, здесь недалеко от Каспия Северного. Днем было тоже плюс 28, как и в Волгограде. Необычно видеть трещины. Трещины уже в земле в апреле, да. И сочную растительность вместе. В апреле выпало всего лишь 2 миллиметра из нормы 25. Вот видите, прям как в пустыне настоящей. Так, трава успела вырасти из-за хорошего влагозапаса. Зимой, в начале весны, через несколько дней температура понизится до нормы и пройдут дожди. По температуре апреля уже выше на 0,2, чем рекордный 2012 год. Видите, как? То есть по рекорду идут, да. Молодцы, дружно, дружно рядом. Так, с Северного Кавказа, нам пишет Алим Будаев, плюс 20 в Нальчике, ясно. Сегодня последний жаркий день. По ряду прогнозов он закончится грозовой активностью. И будет даже такая ячейка в центре Кавказа сегодня. Так, что будьте осторожны. Никаких подъемов сегодня не надо делать. И завтра тоже. Ну и... Вот такие вот новости приходят с Кавказа. То есть ожидается сильная гроза. Из Сочи, нам пишет Мария Пономарева. Сочи туманный понедельник. Идет небольшой дождь и плюс 16 градусов. Видите, вот Сочи уже Черноморье здесь заполнилось влагой. Вот эти вот явления, да. Роман Елизаров пишет. Ну, это хорошо, потому что была пыль. И вот этот дождик, как раз пыль немножко смоет, прочистит. Да, может кто-то там даже машину не был, там оставил ее. Вот дождик помоет ее чуть-чуть, будет нормально. Роман Елизаров из Ставропольского края пишет. Плюс 23 градуса сегодня. Какое-то содержание пыли в атмосфере все же вроде остается. Ну, вот дождик вам нужен, да. Сегодня вечером как раз может быть дождь. Да, вот видите, все сходится. Только будьте осторожны, потому что гроза может быть довольно-таки сильной, связанной с этим дождиком. Так, вот что пишет у нас Никита Силин из Санкт-Петербурга. Вчера был 10-й день без осадков за апрель. Всего за месяц выпало 70 миллиметров. Это 189 процентов от нормы. Почва сильно переуложнена. В парках, на газонах повсюду вода, видите. Где-то 2 миллиметра выпало, а где-то вон повсюду вода. И апрель стал 8-м месяцем подряд с избытком осадков. Надеюсь, это не перейдет в засубку летом. Ну, подсушить-то надо чуть-чуть. Ну, так, чтобы пожаров не было, но мокнуть-то тоже не особо хорошо, да. Так, ну что, переходим в восточную, теперь в восточный Урал. Здесь давайте посмотрим, какие процессы. Вот здесь, судя по всему, с таким хорошим потенциалом, такой циклон находится сейчас в центре Сибири, даже в восточной Сибири. И опускается, вот у него хвост сюда, в центр Казахстана, да, через Алтай проходит. Но вот вчера отмечался сильный градиентный ветер со шквалом до 25 метров в секунду в Тюмени. В результате этого сорваны крыши, поваленные деревья. То есть, очень-очень большие последствия. То же самое было и в Свердловской области, и открыли сезон гроз. А в Рязани, наоборот, здесь гроза так и не случилась. То есть, была какая-то там у них супер ячейка в Рязани, вот об этом пишут. Но ничего не состоялось. Зато в Костроме прошли интенсивные ливневые дожди. И в результате подтопления, неработающая ливневка. То есть, вот такие вот процессы. Так, давайте посмотрим чуть южнее, что у нас здесь. Мы видим циклон. Сейчас находится Таджикистан, Кыргызстан, запад Китая, Тибет. Здесь вот, судя по всему, такие в горах сейчас большие проблемы. И большие проблемы мы смотрим в Саудовской Аравии. Здесь сильные грозы с молниями, проливные дожди, град. Красное предупреждение сразу в 11 городах объявлено. Видите, какие процессы происходят. То есть, они раньше думали, что у них будет мало осадков. Поэтому внедрили такую искусственную систему опыления, облаков, как они назвали, электрическими разрядами. И что-то случилось. И теперь у них, понимаете, когда нарушается обратная связь, кто-то вмешивается. Всегда заканчивается трагедия. То есть, это вот с любыми препаратами. Как наркотические средства. Такой пример. Когда вмешивается в нормальный метаболизм организма. То все потом заканчивается очень-очень печально. Ну и хвост здесь находится на Ближнем Востоке. Заходит сюда. Вот Раздан 81 писал. Спасибо за обзор, Алекс. 5 лайков. У нас сегодня обвал температурный. Вчера было плюс 42. А сегодня 26 апреля. Днем плюс 27. Ветерок прохладный, пасмурный. Думаю, дождик будет. Было бы неплохо, песок прибил бы. Да, видно, что именно такие процессы происходят здесь. То есть, последствия вот этой песчаной пыли надо немножко устранять. Так, зато вот Китай. Китай прям вот проблема. Особенно на юге. И прямо сейчас мы здесь видим супер ячейки. Опять в Южном Китае. Да, видите. Не только. Да, мы видим, что и в центральной части. Не только в Южной, но и в центральной части. И даже вот здесь вот имеется связь с Приморьем. То есть, заходит даже вот сюда. И выходит циклон Южной Кореи, Япония. Но самое основное, конечно, мы вот здесь на юге. Почему-то не сверкает в прямом эфире. Давайте почитаем, что там пишут. По меньшей мере, 5 человек погибли и 33 человека получили ранения в результате субботнего торнадо, обрушившегося на город Гуаджоу, с населением 19 миллионов человек. Вот такие вот новости приходят из Китая. Плюс, если вы внимательно смотрите, то в Гуаджоу там же и выпал град. Очень большой, размером там с голову ягненка. То есть, такой град реально может привести к летальному сходу, ну, либо к получению такой серьезной травмы головного мозга. Так, смотрим. На Сахалине у нас вроде бы как хорошая погода. Леонид Куроки пишет. Теплые температуры. Днем плюс 15, утром 3,5 градуса. Вот такие колебания. Видно, что такая прекрасная весна наблюдается. Так, что вот так вот. Макс Рыбеклаз пишет. Алекс, спасибо за подробный ответ и 5 лайков. Благодарю вас. Спасибо большое. Так, Роза Геровская пишет. Благодарю Алексу. И 5 сердечек. Очень приятно, Роза. Спасибо вам большое. Так, ладненько. Давайте теперь посмотрим чуть севернее, что у нас в Магаданской области происходит. Здесь мы видим облачность. Как раз сюда приходил циклон. И вот Надежда из Сусумана пишет. Спасибо, Алекс. 3 сердечка. У нас 26 и 27 ветер с порывами 12 метров в секунду. Снег. Прямо синяя погода была. Сегодня 28 с утра облачно. По местному ТВ обещает снег на 3 дня. 7 продуктивных праздников и хорошей погоды за окном. Спасибо вам большое за добрые пожелания. А из Якутии пишет пользователь интернета, что в одном месте между деревнями всего 30 километров. Километров по прямой. Это у реки Лена. У одних весна в самом разгаре, а у других зима вернулась. Вот так вот. Это примерно 150 километров южнее Якутска. Вот такие вот новости. И Александр Волков пишет, что в Воткинске сегодня плюс 6 градусов. Спасибо большое. Да, вот еще новости из Китая. Я знаю, что река Ханцзянь на юге Китая переживает третье наводнение уже в 2024 году. Представляете, уже третье. Третье наводнение практически за 4 месяца. Очень такое бодрое развитие происходит. Так, ладно. Давайте Японию посмотрели. Здесь пояс в Индонезии находится на северо-западе Австралии. Здесь какой-то циклончик формируется. Здесь дотягивается хвостик из Антарктиды до юго-восточной Австралии. Но так, в принципе, погода неплохая. Также вот хвосты дотягиваются до Южной Африки. Ну, а вот здесь вот мы видим действительно засуха. С одной стороны засуха, с другой стороны здесь 150 человек погибло в Танзании. Даже больше, мне кажется, там сотнями можно в Кении тоже в прилегающих регионах. Видите, а чуть южнее сюда эти осадки не дошли. Получаются вот такие вот проблемы в регионе. Так вот, стада бегемотов находится под угрозой исчезновения. И, кроме того, они в Ботсване, вот она Ботсвана, застряли в грязи, в пострадавшей засухе, соответственно, реке. Им необходимо регулярно купаться, чтобы избежать солнечных ожогов. И, кроме того, без воды они становятся чрезвычайно агрессивными. Видите, какие проблемы у нас в Африке. Так, циклон у нас Южная Чили. Аргентина здесь осенняя, какие-то здесь мазки художника практически по Аргентине, Южная Бразилия. Ну, а так, грозовая активность мы видим в основном на севере Южной Америки, в районе Гватемала. Вот здесь какая-то, смотрите, что происходит в Америке. Просто бесконечное сверкание, смотрите, молнии просто бьют без перерыва. Прерывы, постоянно, сплошные разряды. Это, получается, штаты Техас, так, Арканзас, Миссисипи, ну и плюс Иллиной, Миссури. Смотрите, все в этих штатах. Ну, там и так уже, по крайней мере, двое погибших. В некоторых городах Оклахомы были зафиксированы катастрофические разрушения после того, как в субботу торнадо пронеслась по территории штата Оклахомы. А, кроме того, общее количество торнадо, которое было зафиксировано в субботу, превысило 100. Представляете, 100 торнадо. Вот, и сегодня, мне кажется, то же самое, те же самые процессы происходят у нас в США. Так что, видите, апрель очень жесткий выходит в Америке. Так, ладно. Это, по сути, хвост циклона, который находится севернее здесь, в Канаде, в настоящий момент. Плюс на западе Канады здесь все тоже какая-то мелкая непогода. Давайте быстренько посмотрим, где какие у нас осадки. Да, мы видим здесь колоссальные процессы происходят между Великими озерами, прям по одной линии, и Мексиканским заливом. Здесь в районе Уругвая, Южная Бразилия, там ячеечка, да, мы видели, в Австралии все хорошо. Южный Китай, мы видим здесь очень мощные процессы. Камчатка, циклон сместился из Магаданской области уже на Камчатку. Сейчас вот центр Сибири, с Восточной Сибири сюда занос. Вот Алексей Васильевич пишет, всем привет из Иркутска о погоде. Время 15-25, все стабильно, переменная облачность, в основном ясно. Иногда облачка пробегает, ветер 5 метров в секунду, а в центре штиль. Температура плюс 19 градусов, смотрите, как у вас тепло. По ночам опускается до плюс 4. Завтра странности обещают, с одной стороны говорят, что так же, как сегодня, и вчера будет даже теплее. А МЧС прислали пылевые бури и грозу. Странно, непонятно, в городе пусто, однако все на дачах. Выходные же, ну, конечно же, как говорится, праздники, что праздничная неделя. Но вот, возможно, связано с хвостом вот этого циклона. Зависит от того, с каким усилием он дойдет до вас, а в какое состояние. Всем удачи. Спасибо вам, Алексей Васильевич, за столь подробный комментарий. Благодарю вас. Так. Давайте посмотрим. Здесь Поволжье. Тоже у нас такая вот полоска. Почему-то не указаны здесь осадки. Но в Черном море мы знаем, что осадки, по свидетельствам очевидцев. И вот антициклон находится сейчас как раз здесь практически в большей части Восточной Европы. И циклоны с дождями мы видим находятся в районе Великобритании, Фарерских островов, Скандинавии. И вот здесь Франция, Испания. Такие процессы. Давайте посмотрим, как это все будет меняться. Что будет сегодня ночью. Циклон будет над Батниническим заливом. Будет непогода. Карелия, Ленинградская область, страны Балтии. Во Франции будет вот здесь. И в Северной Африке тоже дождь. Смотрите, от Черного моря пойдет в Казахстан до Алтаи. И вот аж дотягивается до этого циклона. Представляете, какой длинный хвост. Вы гляньте на это. То есть, сам циклон находится чуть южнее Таймыра. Полуострова Таймыра вот здесь. А раскручивается хвост, смотрите, через Восточную Сибирь, Якутию. И идет сюда вот в Казахстан. Алтай, Казахстан. Потом выходит Южный Урал. И идет вот сюда через Черное море практически в Болгарию. И там только заканчивается. И, смотрите, Южный Китай сегодня прям будет очень мощно. Ну и Магаданская область, Камчатка. Там, конечно, тоже циклоны оказывают влияние. Смотрим завтра, что будет днем. Но циклоны на Дорландии будет портить погоду в Западной Европе. Смотрите, сколько гроз у нас между Турцией и Саудовской Аравией. Просто прям такая полоса непрерывная, мощная. Возможно, на Кавказе завтра будет непогода. Здесь Карелия пойдет в сторону Северного Урала, в сторону Коми будет смещаться циклон. А сибирский циклон так и останется. Хвост его будет распадаться на части, но все равно рельеф, точнее, очертания можно еще видеть. В Южной Китае завтра будет, в Северной Японии Курилы, Камчатка. Вот такие вот дни погоды ожидаются завтра. Ну что, переходим к температурам. Какие процессы сейчас? Смотрите, как холодно. Западная Европа, с севера Африки, смотрите, до Мавритании доходит прохлада. Да, вроде бы тут жара, тут рядом за 40 градусов в Сахаре. А здесь прохлада у нас такая. В Центральной Европе здесь отличная погода. В сторону Балтики направлены потоки воздуха, все хорошо. Также Беларусь, Украина, в принципе, хорошие такие теплые погоды. Ну, здесь можно увидеть вот холодовую ложбинку, да, которая проходит от Азовского моря до Урала. Да, видите, вот это даже северный Казахстан. Это как раз вот за хвостом, за хвостом получается такая ложбинка. И в нее вот здесь устремляется холодный воздух и с Ямала, и с Таймыра сюда заносит. А вот чуть юго-восточнее здесь мы видим такая жаркая погода около Каспии. Как раз вот здесь Центральная Азия оказывает такое прям жаркое влияние. Давайте почитаем. User.go5 пишет. Алекс, привет, у нас сегодня 28, жарко. Вот майские праздники, похоже, будет ночью 2. Днем 15 градусов. Итак, 3 дня. Это Татарстан. Вот, кстати, сразу 20 сердечек дает. Вот видите, супер. Спасибо вам большое. Виталий Шталюк пишет. Из Полтавы спасибо. Ночью были грозы. Так, user.g9 пишет. Благодарю за обзор. Три сердечка. Спасибо вам огромное. User.m2 пишет. Минск плюс 18. Переменная облачность. Лето возвращается. Да, у вас вот хорошая погода, потому что здесь антициклон. И с его теплой стороны, получается, антициклон стоит где-то на Смоленском. И вы находитесь в теплой стороне, поэтому туда заходит теплый воздух. Так, user.go6 пишет. Благодарю, сердечко. Спасибо большое. Туапсинский район. Второй день полевая завеса. Сидим дома, не гуляем. Закрыли окна и включили кондиционеры. На пыль. Жарко. Плюс 33 и выше. Ждем дождик. Вот у вас как раз сейчас, судя по всему, должен быть дождик. Только особо не гуляйте. Там по горам особенно. Потому что гроза, возможно. Так. Такие вот у нас новости. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас происходит в Сибири. Здесь надо прям посмотреть, где этот хвост проходит, через какие города. Вот смотрите, Новосибирск плюс 9 градусов, Барнаул плюс 15. Потому что по разным сторонам от этого хвоста получается Красноярск плюс 10, Северный Несейский плюс 2, Тура плюс 3 градуса. А вот в Иркутске, да, прекрасная погода, плюс 18. Восток Казахстана тоже очень тепло. Тут по 20 градусов. А Омск всего лишь плюс 9. Курган плюс 11. Челябинск плюс 9. Уфа плюс 9. Казань плюс 11. Саратов. Посмотрите, Саратов плюс 15, а в Орске плюс 25. Вот на 300 километров разница 10 градусов. Вот этот хвост, да, чувствуете, ложбинку. То же самое Ростов-на-Дону. И там близлежащие города, где меньше 20 градусов получается Краснодар плюс 26. Вот такая вот ложбинка. Ну, а вот в центре Европы там где-то 20-22 градуса. То есть прекрасные такие погоды стоят. При море тоже все хорошо. Где-то у Амура 9-11 градусов. Вот на Сахалине где-то около 10 градусов. Якутск плюс 1 градус. Магадан минус 1. Сусуман минус 4. Вот сюда прохлада пришла. Почему? Потому что здесь циклон сместился на Камчатку. И за ним идет прохлада. А на Адальд минус 4. Зато здесь, смотрите, на Колыме потеплело. Потеплело. Здесь плюсовые температуры. Видите, вот так вот. Все-таки туда уже весна приходит. Потихонечку стучится. Так, Корея 22-23. Пекин тоже похолодание. Смотрите, плюс 14 градусов сюда опускается. Токламакан тоже прохладнее стал. 18-20 градусов. Ну и Индия. Хочу показать вам. Индия прогревается. Здесь уже плюс 43 градуса. Но как-то в этом году все равно медленно-медленно. Гораздо прохладнее развивается. Так, юг Австралии. Здесь чувствуется прохлада. Новой Зеландии. По Африке все хорошо. Вот здесь идут прохладные такие потоки со стороны Антарктиды. Южная Америка. Да, уже вся Аргентина практически лишена жары. И давайте смотреть, что в Америке. Ну, здесь также проникает прохладный воздух по западу. Хотя вот здесь вот циклон находится на юго-западе Канады. И здесь тепло. А вот юго-восток Канады здесь довольно-таки холодно. У Великих озер тоже прохлада здесь опускается со стороны Ледовитого океана. Ну что, давайте посмотрим, какие у нас ночью будут процессы. Что будет интересного. Теплая ночь будет в Центральной Европе. В сторону Ладожского озера сюда будет занос тепла. Прохлада будет в Центральной части Восточной Европы. Тепло на юге, в Казахстане, в Центральной Азии. В Западной Сибири и в Центральной Сибири будет прохладно. А вот в Восточной Сибири вынос теплого воздуха. И на Амуре будет тоже тепло. Это ночью. А днем мы видим хороший теплый день в Центральной Европе. В Центральной Азии, смотрите, с Кавказа уже тепло сдувает. На другую сторону Каспия, да, по северу Казахстана тоже холодно. Здесь опустится хвост. И тепло останется только в Восточной Сибири, Забайкалье и Приморье. Вот такой вот прогноз. А с вами был Алекс, канал Береги. Отличного прожения. Продолжение следует...